Обвиняемый в двойном убийстве Андрей Мирошниченко отказался от дачи показаний. Вину признал лишь частично, заявив, что ножевые ранения нанес двум людям, один из которых выжил. Третий же человек скончался в результате потасовки, который сам Мирошниченко отношения не имеет. Следователи считают эту версию вымышленной. Напомню, по данным регионального следкома, Мирошниченко зарезал двух человек после поджог трупы еще одному мужчине. Он также нанес телесные повреждения. Детали этой запутанной истории в рубрике «По делу». Я не хочу давать показания против себя и своих близких пользуются статью 51 России. Мирошниченко пояснил, что от дачи показаний на месте он отказывается, поскольку не хочет свидетельствовать против себя. Данная позиция, я так понимаю, была связана с тем, что вину свою он признает частично. Мирошниченко пояснил нам, его версия была такая, что он распивал спиртное со своими двумя знакомыми, в ходе чего у них произошел конфликт в ходе распития спиртных напитков, в ходе которого один из знакомых нанес ножевой удар в шею своему другому знакомому. Мирошниченко стал, как он поясняет, что он стал невольным свидетелем данных событий, после чего у него, как он пояснил нам, не оставалось никакого выбора, кроме как схватиться за нож и убить своего товарища, который, скажем так, нанес ножевой удар перед этим. А рядом кухонный нож еще один лежит. Будет тыкать друг друга, да и лучше я его сразу завалю, чтобы он меня не потыкал. Как он пояснил, что он нашел в квартире куски обоев, принес их на кухню, разложил их вокруг трупов, обкидал так же, обкидал какими-то тряпками и поджег. Как он пояснил, он делал это для того, чтобы именно не осталось его отпечатков пальцев нигде, так же каких-либо следов. Но, к сожалению, до того момента, как он решил поджечь, раздался звонок в дверь, понял, что кто-то пришел, дверь была открыта, в этот момент зашел сосед в соседнем подъезде, который также был приглашен в гости для распития спиртных напитков. Значит, сосед данную картину все увидел, в этот момент Мирошниченко нанес так же нашему потерпевшему несколько ударов. Мужик, который зашел в этот... Ну и его, да, его кухонным ножичком... Да, испугался, испугался я. Испугались с чего? На кухне два трупа. И я весь в кровище. То есть рука в кровище. Кто? Кто поверит? Нож, которым непосредственно он носил удар, он своему товарищу вложил в руку ему, чтобы сымитировать якобы убийство и самоубийство. Но потом уже позже на допросе он признался, что это было глупо с его стороны, поскольку он прекрасно понимал, что уже сейчас понимает, что сами поджечь они себя тоже не могли. Видит, в кармане куртки была обнаружена предсмертная записка, в которой он говорил то, что не может жить с тем, что он убил своего друга, а так же нанес удары соседа. То есть мы так же считаем, что данную записку он написал для того, чтобы отвести себя подозрением по поводу первого убийства, потому что, еще раз повторяю, человек очень хитрый и проверенный местами лишения свободы. И возможно, что данная записка была написана специально, что самоубийством, я думаю, что он в жизни пока ничего не хотел, у него были совершенно другие планы. И он хотел отсидеться какое-то время в Калашинске, а после этого уже уехать в страны СНГ. Страшно, страшно, да. Я говорю, да, Серега, да. Он разворачивает, только, он только повернул рукояткой ко мне, я ее выхватил сразу и дал ему. Да, я его дал, первый, без предупреждения, без всякого. Я только увидел поворот маленькой рукоятки в мою сторону, за что я могу хватиться. Я сразу вырвал нож и ударивал в грудь. А если бы я ее не вырвал, он бы меня бы воткнул ее. Уголовное дело возбуждено по пункту А, части 2, статьи 105, а именно убийство двух и более лиц. Мирошинченко грозит до пожизненного лишения свободы. Я думаю, он это прекрасно осознает, поэтому и у него такая вот версия. Такую версию он выдвигает, что он первого человека не убивал, что он убил только одного и нанес удары на живых второму потерпевшему. Второй потерпевший сейчас находится в больнице, состояние его оценивается как тяжелое. В принципе, из комы говорят, что он уже вышел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok